Сегодня видео о бессмертнике песчаном или цмини. Эта трава обладает огромной лечебной силой. В старые времена его называли золотистка, неувятка, сухоцвет, живучь трава, златоцвет. Относится бессмертник к семейству астровых. Это суходольное, засухоустойчивое и даже засухолюбивое растение, как и полынь. Растет бессмертник на дюнах, песчаных почвах, степях и на горных склонах. Это редкое растение для средней полосы России и предпочитает оно холмы и сухие почвы. В Крыму я лично собирал эту траву в горах и на островах в Псковской области. Он не теряет свой цвет и форму при сушке, не увядает и выглядит точно так же, как и до срывания, даже через несколько лет. Оттуда и такое название бессмертник. Но не только оттуда. Эта трава продлевает жизнь человеку, так как восстанавливает печень. Главный фильтр нашего организма – орган, выполняющий более 500 различных функций и задач. У меня уже была лекция о печени, посмотрите ее, кто не видел, непременно. В старые времена бессмертникам окуривали стойло для скота и птицы для устранения различных инфекций и паразитов, отпугивания слепней и других вредителей. А в быту, в плотяных шкафах, соцветия бессмертника защищают от шерстяной моли. Корни растений неглубокие, размножение вегетативное, можно посадить у себя на участке, выкопав куст в местах произрастания, лучше сажать на песчаных почвах, на пригорках и усосин. Стоит добавить золы и промульчировать сверху сосновыми иголками. Семена у данной травы мелкие и тысячи семян весят всего 0,05 грамма. Листья и стебли бессмертника имеют восково-войлочный налет. Это защищает растение от потери влаги при ее испарении, а также серебристый цвет, отражающий солнечные лучи. Многим людям бессмертник известен как сильнейшее средство для лечения болезни печени. И это так. Но лечат бессмертник не только болезни печени, но и почки, желчный пузырь. И не только это. Горечи бессмертника до сих пор изучены не все. И современной медициной, биологами, фармацептами изучены не все свойства бессмертника. Сушить и хранить бессмертник нужно в сухом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, в местах, проветриваемых, на чердаках и специальных помещениях. Можно сушить на русских печах, разложив тонким слоем на какой-нибудь натуральной ткани или картоне. Сушить до 50 градусов, не выше. Сырье будет храниться без потери лечебных свойств до 5-6 лет. Так долго он сохраняет свои лечебные свойства. Для лечебных целей заготавливаются только соцветия. Соцветия берутся только ярко-желтые и в период начала цветения. А в идеале, когда распустились только центральные цветочки на соцветиях, а боковые еще находятся в зачаточном состоянии в виде шариков. А правильнее сказать бутонов. Обычно это 5-7 день от начала цветения. Это идеальная пора для сбора. Предотвращает бессмертник и камнеобразование. Особенно если принимать, запивать напаром бессмертника дикий мед. Как я советовал в своей лекции, как растворить камни в желчном пузыре. Дикий мед есть у нас на нашем сайте nadgar.ru. Потому как будут вопросы, я предвиде их сразу отвечаю. Бессмертник это самое сильное желчегонное средство из всех видов трав. Он разжижает желчь, улучшает тонус желчного пузыря и желчевыводящих путей. Применяется он и при дискинезии желчевыводящих путей, при гепатите, когда имеется желтушность кожи, при повышенном билирубине он обязательно поможет. А при желтухе, циррозах всегда помогает. Избавляет он и от запоров. Устраняет спазмы в кишечнике и в желчевыводящих путях. Более того, еще и в кровеносных сосудах убирает спазмы. Тем самым расширяя сосуды и у кого повышенное, снижается избыточное повышенное давление. Убирает он тошноту и рвоту. Снижает вредный холестерин. Применяется при холецистите с повышенной кислотностью желудочного сока. И для улучшения жирового, то есть липидного обмена организма. Из бессмертника изготавливают даже медицинские желчегонные препараты. Вероятно, вы этого не знали. Какие именно? Например, фламин и зефлан. А теперь я расскажу, как правильно запаривать, а не кипятить соцветия бессмертника для его максимальной лечебной силы. Дорогие друзья, маленькое объявление на несколько секунд. Под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Так как же его правильно запаривать? Нужно взять одну столовую ложку сухого сырья, то есть цветов бессмертника, кинуть в термос, залить 200 мл горячей воды при 70-80 градусах, настоять 2-3 часа, за это время запаривание произойдет, процедить и принимать в теплом виде за 30 минут до еды 3 раза в день равными частями. Примерно по 60 мл выйдет. А если вы берете сырое сырье, свежесобранное соцветия бессмертника, то берите 2-3 столовых ложки, запаривайте так же и принимайте 3-4 раза в день по 1-2 столовые ложки до еды. Важно иметь в виду, что бессмертник увеличивает время пребывания пищи в желудке. Он ее как бы там задерживает. Это очень важно, когда, например, повышена перистальтика желудка, но это плохо, вредно, когда есть у человека язва желудка. Вообще о противопоказаниях я дам информацию в конце данного видео. Есть у бессмертника еще и бактерицидные, а также антипаразитарные свойства. Вернее, он очень хорошо устраняет из желчных протоков лямбли. Это такие простейшие протозоидные организмы, одноклеточные. Поэтому бессмертник можно и даже хорошо применять при прохождении комплексной антипаразитарной программы. Самый лучший курс, комплексный, который годится от всех видов паразитов, вот этот. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Бессмертник убивает и бактерии в мочевом пузыре, и мочевыводящих путях. Поэтому он прекрасно помогает при пилонефритах, циститах и других проблемах мочеполовой системы. Применяется бессмертник и при лечении камней в почках, и имеет мочегонный эффект. Кстати, о том, как избавиться от камней в почках, у меня есть видео на моем канале, вот оно. Вот еще одна интересная информация для вас. Из бессмертника изготавливают и природный, натуральный антибиотик для сельского хозяйства, называется он аренарин. Применяется бессмертник и при остеохондрозе для увеличения количества межпозвонковой жидкости. Применяется и при болезнях эндокринной системы, и при сахарном диабете. Это еще и прекрасное противовоспалительное средство. Применяется при ревматизме и других болезнях. Он заживляет раны и борется с внутренними кровотечениями. Применяется, например, для остановки маточного кровотечения, вот так. Применяется при экземах, псориазах, диатезах, устраняет пигментные пятна. Он очищает кожу и даже уменьшает количество морщин и уменьшает их скорость образования. Но я рекомендую, коли коснулся уж этой темы, для улучшения качества кожи и сохранения ее молодости, вот этот крем. Ссылка будет в описании. Применяется бессмертник и при кашле, как прекрасное отхаркивающее средство, и при бронхиальной астме он помогает. Применяется он и для лечения болезни сердечно-сосудистой системы. Применение рекомендую по назначению врача. Проконсультируйтесь с лечащим врачом. Есть очень сильная комбинация, это бессмертник, пижма и полынь. Применяется она при болезнях печени, кишечника, при запорах, гепатитах, как антипаразитарный сбор. Для нормализации работы поджелудочной железы и прекращения газообразования. Есть еще одна интересная комбинация, это бессмертник, березовые почки и ромашка лекарственная. Этот сбор прекрасное антибактериальное, желчегонное, патагонное, мочегонное средство. Нормализует такой сбор и обмен веществ, применяется как рано заживляющее средство и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. А вот они противопоказания. При тяжелых заболеваниях и при определенных состояниях, это желчекаменная болезнь, это серьезный гастрит желудка в процессе обострения. Ну, индивидуальная непереносимость, понятное дело, острая форма панкреатита, язва желудка 12-перстной кишки, ну и, конечно, беременным, кормящим, а также детям до 12 лет нежелательно. Ну что ж, я надеюсь, что данное мое видео было вам очень полезно. И я не зря его снял, обязательно напишите какой-нибудь комментарий под этим видео, ведь комментарии помогают продвижению видео. А чем больше людей посмотрят его, тем у меня будет больше стимула снять и другое видео по иным лечебным свойствам иных видов растений. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам, там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб, мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.